Поскольку в СМИ и в Инстаграм активно разгоняют тему насчет моего мнения по поводу Крыма, которое я публиковала в 2015 году, будет правильно объяснить вам, почему так было тогда и что я думаю сейчас. Тогда, в 2015 году, у власти был Порошенко. И, к сожалению, таким количеством информации, как сейчас, мне кажется, никто не обладал. Ну, я так точно. Не было такого количества телеграм-пабликов, информация не была в таком свободном доступе, как сейчас. И, в целом, Порошенко был из тех президентов, который осветлял только те факты и события, которые ему были выгодны. И вот лично я не понимала, что происходит на самом деле. Потому что, с одной стороны, у нас война на Донбассе, и у нас забрали Крым, а с другой стороны, к нам все так же продолжают ездить русские артисты. С другой стороны, людей из Донбасса считают почему-то изгоями, им не сдают квартиры, их не берут на работу, им поджигают машины, а на государственном уровне войны нет. И вот тогда, при всех этих обстоятельствах, мне казалось, что достаточно того, что люди в Крыму целы и невредимы, в отличие от тех же людей с Донбасса. И сейчас, когда не только Донбасс, а вся Украина на себе ощутила, что такое русская агрессия, я и как прежде считаю, что самое важное, что мы должны делать, это сохранять как можно больше человеческих жизней. Но при этом очень важно, что сейчас я знаю, что важно, чей Крым. И Крым наш, и он всегда был нашим. И мне очень жаль, что тогда не было такого количества информации в доступе, как сейчас, чтобы трезво оценить ситуацию и...